В Ефесянам 5.22 написано «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Оу, остановитесь! Вклинивается эгалитарист. В предыдущем стихе написано, чтобы мы повиновались друг другу в страхе Божьем. А в 25 стихе говорится, чтобы мужья любили своих жен, как и Христос возлюбил церковь. Значит, муж должен повиноваться тоже. Но в действительности это правда. Правда? Да, правда. Жена должна быть послушной своему мужу, и муж должен быть послушным, но не своей жене. Наставление повиноваться друг другу в страхе Божьем в контексте предшествует трем примерам послушания. Жены мужьям, дети родителям и рабы господам. Но текст напоминает мужьям, отцам и господам, которые, кстати, все являются мужчинами, что и у них есть Господь Иисус Христос, которому следует повиноваться. Жена с радостью послушная мужу должна олицетворять послушание церкви Христу. Повиноваться – значит уступать главенство. Повинуется ли Христос церкви? Конечно же нет. Итак, муж не уступает свое главенство жене, поскольку Бог наделил властью мужа так же, как Христос наделен властью над церковью. Но как подражатель Христу, муж должен любить свою жену, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. В Колоссяном 3.18 написано «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе». «Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы». Это противоречит нашей культуре? Да, но как написано в Галатам 1.10, если мы стараемся угождать людям, то перестаем быть слугами Христа. Субтитры создавал DimaTorzok